Друзья, всем привет! С вами Петр Руслан, а значит сегодня мы снова поговорим про патроны. Сегодня у нас на обзоре патрон 6 на 45 SAW. Это патрон американский экспериментальный. История этого патрона началась в 70-х годах, когда американское правительство, точнее американское министерство обороны решила запустить программу squad automatic weapon SAW, откуда и пошло название этого патрона, для создания единого унитарного винтовочно-пулеметного патрона. То есть на тот момент у американцев на вооружении стоял как пулеметный патрон, патрон 7,62х51 НАТО и начинал приниматься на вооружение, уже в принципе уже стоял на вооружении Америки, начинал там продвигался в НАТО, патрон 5,56х45 НАТО. Собственно в чем были их проблемы? Да, что вот этот патрон был довольно большой, довольно тяжелый, особенно для пулеметчиков, которым нужно носить большой боезапас. А этот патрон был хорош для ручного оружия, но как для пулемета считался и казался довольно слабым. И собственно решили придумать и сделать нечто посередине. И одним из вариантов этих экспериментов стал вот этот вот патрон. Разрабатывался он на франкфуртском арсенале в Пенсильвании, о чем собственно и говорят клейма. Клейма мы здесь видим FA это франкфуртский арсенал и 73 это 73 год. По характеристикам патрон получился довольно интересным, то есть у него была где-то скорость порядка 770 метров в секунду, вес пули порядка 6-8 грамм, вообще были разные пули, мы эту пулю чуть позже взвесим. И соответственно энергетика была чуть больше 2000 джоулей, что в принципе превосходило патрон 5.56 и довольно сильно уступало патрону 7.62. Под патрон разрабатывался ряд экспериментального оружия, но честно мало по нему довольно информации. Вот я только нашел несколько картинок, вот например такой пулемет Родман Лабораторис ХМ-235 и некоторые другие. Что здесь еще интересно, то что этот патрон довольно сильно похож на наш патрон 5.45, то есть и общей такой формой длинная пуля и материалами. То есть здесь я впервые, если честно, в американских патронах вижу стальную лакированную гильзу и пулю со стальным покрытием. Вот смотрите, видите магнитик магнитится и к оболочке пули и гильзы. Насколько я знаю, у нас потратили довольно большие усилия на переход именно на стальные гильзы и стальную оболочку в целях экономии. Это было еще сделано во время Великой Отечественной войны или сразу после. Американцы к этому не переходили и то есть до сих пор у них используются латунные гильзы, вот как мы видим на двух вот этих патронах. Здесь же они реально попытались перейти именно на советскую технологию, которая позволяет делать патроны дешевле, просто дешевле, менее качественно, но дешевле. На вооружение этот патрон так и не встал, хотя имел в принципе неплохие характеристики, потому что довольно тяжелая пуля, 6,8 грамма, в сочетании с хорошей скоростью, там 770-800 метров в секунду, в принципе могла выполнять свою задачу. Но американцы довольно таки реалистично отнеслись к постановке на вооружение этого патрона, подозревая, что скорее всего это будет не патрон, который заменит все существующие калибры, а будет просто некий третий патрон, которым нужно будет снабжать всю армию. Видимо именно этого они испугавшись, на вооружение этот патрон так и не приняли и оставили у себя на вооружение два патрона, 7,62х51 как пулеметный и 5,56х45 как винтовочно-автоматный, точнее автоматный патрон. Ну давайте мы его сейчас попробуем разобрать и посмотрим на него как он устроен внутри. Вот я его разобрал, здесь мы видим такую пулю типа bowtail с сужающимся задней частью, внутри пуля свинцовая и вы знаете когда его разбирал первый раз вот остатки такого черного скорее всего лака здесь были, здесь и вдоль цигильзы, то есть видимо по всем канонам, да вот видим там отверстие для воспламенения капсюля боксера, видимо по всем советским канонам они также еще и лакировали стык гильзы и пуля. Давайте сейчас мы взвесим и проверим. Да вес пули вот 6,8 грамм обещаны. В принципе на мой взгляд калибр довольно интересный. Интересно он с точки зрения именно баллистики и возможности переход на единый патрон, но если честно мне не верится в то что американцы смогли бы осуществить именно переход на вот такой вот как бы на один патрон. У нас тоже были такие эксперименты, у нас тоже был патрон калибра 6 на 49, но я его к сожалению никак не могу найти, потому что он тоже довольно редкий и даже бы сказал очень редкий, его прям не встречал. Если кто-нибудь знает где можно достать, намекните, я поищу. В принципе их было бы интересно сравнить вместе, потому что наш разрабатывался чуть позже наверняка как бы с оглядкой на американцев, если у нас у наших была информация по этому, по американскому варианту патрона. И так же как американский он не встал на вооружение, хотя при том что наш патрон 6 на 49 выбил в конкурентной борьбе стреловидные патроны дворянина, про которые когда-то говорил. Кстати да, этот патрон был в двух вариантах, был вот этот вот 6, точнее их было несколько, но я неизвестно про два. Был вот такой вот 6 на 45 и еще был удлиненный патрон 6 на 50. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и еще увидимся. Всем удачи и пока!